Монологическая личность Монологическая личность 100% манипулирует людьми Она не способна к диалогу Мы об этом очень подробно говорили в прошлом нашем цикле занятий Сейчас мы просто напомним вам, что существует... И будем еще одновременно говорить о том, как прекращать манипуляцию И еще напомним такую вещь, что манипуляция, как правило, идет с двух сторон То есть может манипулировать душепопечитель человеком, который пришел к нему на беседу Но точно так же и консультант, консультируемый, может манипулировать консультантом И причем это все взаимосвязано Если вы манипулятор, будьте уверены, вами тоже будут манипулировать Если вы идеологическая личность, вы поможете человеку Ну конечно, первое, нужно распознать манипуляцию для того, чтобы помочь и себе, и человеку Итак, давайте сразу будем говорить о видах манипуляций И как это дело мы можем прекращать Итак, существует два вида манипулирования Агрессивное и пассивное Давайте начнем с агрессивного И там у каждых есть подвидов Какие манипулирования можно отнести к агрессивным? Например, должествование Ты должен так себя вести Вот вы действительно, как и докчен говорил Николай Садимся с семьей, пить чай, вдруг звонок по телефону, например И человек не спрашивает, занят ты, не занят, есть у тебя время, нет И он начинает выливать свою проблему И он считает, что вы просто обязаны Вот сейчас отрывать это время от семьи, от детей и так далее Или раздается звонок в 3 часа ночи У меня муж пришел пьяный, а я здесь при чем? Ну ты же милиционер, крыти его попугай Я не попугай, я не буду Попугаем я не работаю Попугаем я не работаю Попугаем я не работаю Заводите в милицию, тогда его заберут Какой ты после этого брат? Ты должен просто брат Ты должен так поступить Все, это понимаете, в Библии есть просто потрясающий ответ на это вид манипулирование Не будьте друг другу должны ничего кроме Я не должен И вот если скажем вас отрывает от завтрака Знаете, сейчас я не могу с вами разговаривать, я завтра хожу Завтра хожу Завтра хожу Мне чаще души вам будут продолжать манипулировать Ну, считайте, что так Если я не подкреплюсь, я через 2 часа могу умереть Да И тогда вам вообще никто не поможет Ну, например Ну, позвонить через 2 часа или через 2 дня Или придите ко мне на следующей неделе Вы свободны Понимаете? То есть, вот эти вещи нужно четко понимать Тут мы совсем недавно были на такой большой конференции в Таджикистане И вы знаете, основная проблема, которая там возникла Все пастора ее называли Они говорят, почему сейчас местное население буквально стало ополчаться против христианства Почему? Потому что церкви в Таджикистане не христианские А церкви в Таджикистане становятся американскими, голландскими То есть, смотрите, что происходит Вот таджическая культура Вот культура Ну, например, голландская Оттуда из Голландии приезжает миссионер Приезжает христианин, который должен Христа принести в таджистскую культуру Ну, это его задача, да? Но как он вносит? Он вносит свою культуру И почему сейчас люди там начинают говорить Нет, это иноверцы, это вообще не для нас Это русский бог, это европейский бог, это не наш бог Потому что они говорят, у нас голландскую культуру привезли Или там американскую, или русскую А для таджиков это не подойдет Вообще не подходит Потому что нам христианство не надо Но им не надо вот такое христианство Им какой нужно? Им нужно вот такое христианство То есть Христос, но в их культуре Понимаете, о чем мы говорим? И когда мы пришли там в одну семью Мы жили в семье, где все люди верующие, христиане Таджики Таджики Это можно вот так Для таджиков странно, если вы библию будете держать вот так Священная книга должна быть выше пояса Вот это вроде бы Детали Но если, понимаете, если мы ведем себя Как носители другой культуры Давайте не удивляешь, что от нас лишь шара То есть и все быстро сказали Люди не против Христа Но против того, что вламывают Им навязывают их культурные ценности Понимаете? Вот И мы вот это услышали И мы поняли Часто мы, как душу-копечители, ведем себя так же То есть раз ты пришел к нам в церковь, молись только так И понял, только так Вот на эту песню все остались Ты что сидишь? Ты что, хочешь выделяться из всех? Ну и так далее И мы влокуемся своими традициями какими-то Понимаете? Все Это не наша задача Наша задача Христос и бриллиант Его мудрости, Его Слово И если культура Вот в тех культурные традиции, которые есть Не противоречат Замечательно? Как один пастор сказал Моя жена пришла, знаете, к Богу Когда она посмотрела фильм на таджикском языке Фильм Моисус Она его посмотрела Говорит, слушай, так это наш Бог что ли таджикский? Я говорю, да И таджикский тоже Вот казалось бы, такая мелочь Понимаете? Понимаете? Поэтому вот эти вещи просто нам четко нужно для себя понимать Что вот это вот манипулирование, долженствование Ты должен быть как я хочу тебя видеть Как мне удобно Отталкивать людей Следующий вид агрессивного манипулирования Давление и запугивание Давление и запугивание Давление и запугивание Ну, опять возвращаясь к тем же самым записям в дневнике Придите, ваш ребенок себя плохо ведет Примите срочно к нему меры Веди себя хорошо, а то я расскажу папе с мамой Но мы обычно, знаете как, мы своим всегда детям говорим Если вдруг такое услышите, сами лучше придите нам рассказывайте То есть мы своих детей научили Если вдруг какие-то неприятности Вы нам расскажите Если вам кто-то будет запугивать Сделай так, как мне надо Мы расскажем почему А лучше придите, нам расскажите Потому что иначе вы попадете в ловушку И вот с этой ловушкой Потом это все будет больше и больше Вас будет ловушка затягивать Вот интересно, что сейчас у нашего сына такая Проблема не проблема Мы не видим проблемы То есть мы эту проблему увидели совсем иначе Когда нас вызвал директором воскресной школы Ну не воскресной школы, а у нас есть лицей И сказали, знаете, ваш сын срывает А сорвал урок, ну один, значит, урок называет Ну мы сначала наш сын Как? Наш мальчик такой послушный Такой золотце мальчик Он конечно бегает, он прыгает, он может кричать Но чтобы сорвать урок, там 45 минут А с чего он появляется сорвал? Знаете, когда мы встали 20 минут 20 минут урок идет Вообще там 20 минут сорвал ребенок И вдруг мы тогда, знаете Вы сначала думали Ну встали узнавать В чем возникла проблема Что выяснилось? Три мальчика На уроке их было всего трое Всего три мальчика И два преподавателя И два учителя И вот эти два Три пятилетних мальчика сорвали урок у двух учителей Два взрослых человека не смогли успокоить Мы пошли разговаривать с учителем Мы проблему увидели не у сына Почему из всех учителей они сорвали урок именно здесь? Понимаете? И мы сказали, понимаете, мы не сможем сейчас сына заставить вас уважать Хотя учитель пытался нами проманипулировать Он пошел к директору лицея и сказал Воспитайте их Они плохо воспитывают ребенка Он сорвал у нас урок Понимаете? И потом сейчас мы стали разговаривать Ну мы с Мишей как с нашими что-то говорим Миша, тетя там не нравится Ну не нравится, а почему? Ну там какая-то тетя Он говорит, Миша, ну давай не будем туда ходить Нет, мне там нравится То есть другие уроки То есть урок ему нравится, ему не нравится Как ведется этот урок? Этот учитель потерял в глазах ребенка свой авторитет Для пятилетнего ребенка это серьезно В 12 лет этот ребенок может заставить себя ради любимого предмета потерпеть В пятилетнем ребенку там плохо Понимаете? И вот сейчас перед нами дилемма Мы смотрим, если дальше это будет продолжаться Если учитель не изменит, будем так говорить, свое поведение Нам, наверное, придется как-то принимать с этим вопросом Что-то решать надо будет Может быть, не ходить на этот урок Ну а если, например, вас запугивают тем, что Расскажу всем Расскажите сами Подготовьте плацдар Все очень просто Прекратить любого нибудь Если, да, если, скажем, предположим Начальник говорит Я тебя выгоню Вот вам приходит человек и говорит Фу, я прям на работе, ой, мне так плохо У меня начальник постоянно Увольнение там Вот я... Грозится Ну, подготовьте плацдар Куда вы можете уйти Во-первых Что вы можете еще делать? Если вы будете профессионалом Вам такие вещи говорить не будут Вас будут ценить на работе Значит, растите профессионально То есть либо готовьте, куда вы уйдете Либо Либо растите профессионально Чтобы вас не было это запугиванием И сначала говорят Я тебя уволю Хорошо Да я могу сам уйти Для меня это не проблема Потому что в другой фирме я востребован Если вам не нужны мои знания Но для этого надо быть профессионалом Понимаете? Что такие вещи говорить Вот Но не попадайте на удочку Да, халдейский мир жесток А ты малей Не надо вот на эти вещи попадаться Это конкретное манипулирование Понимаете? Со стороны начальника Ну а вами по-другому манипулируют Там пассивно идет манипуляция Значит, идем дальше Следующее Сарказм Что такое сарказм? Ну конечно, ты же умный Спасибо за комплимент Почему на слово умный стал ругательным? Прям самый духовный тот стоит Ох, как приятно от вас это слышать Да Ну слушайте Ну действительно Ну это же комплименты Если вас назвали самым духовным Самым умным Ну снимите этот момент манипуляции Понимаете? Дальше Соблазн Действительно, очень часто бывают такие вещи К сожалению, мы часто встречаем Даже в христианском окружении Когда, скажем, консультант-мужчина Воздействует на рецепторы Несчастной женщины Которая пришла к нему на консультант Ну это вот конкретные ситуации И нам приходилось очень сильно с этой женщиной работать Она пришла к душепопечителю К пастору Одному из пасторов Одной из церквей Ну не будем говорить какого города У нее проблема Она разведена И вот проблема Одиночества И он И он Она когда к нему села Он ей говорит Ну ладно, ну что ты Ты одинокая У меня тоже жена болеет Я у нас вот Успокойся Расслабься А может быть когда-нибудь сходим Это страшно Это вообще Я считаю это подсудное дело А уж если это в христианстве Уголовное Ну нам понравилась Как вот та женщина Когда она пришла Она говорит Я не знаю Я теперь вот в такую какую-то растерянность Мы говорим Понимаете У нее пошла обида на церковь Обида на Бога Обида на всех У нее пошло разочарование Говорим Понимаете Это был сильный шаг Но перед этим она ему его предупредила Если вы сами не скажете Если вы сами перед всем не расскажете Сделаю я А он этого не сделает Это был сильный шаг И вот таким образом Женщина противостала этой манипуляции Причем обратить внимание Было А вот эта манипуляция в ней так и работала То есть вот эти вещи вообще очень серьезные Они пускают очень глубокие корни Ну тут могут быть перегибы Вот в таких вещах Когда мы это противостоим соблазну Так сказать Наверняка вы знаете Что в этом году Во всей западной Европе Было запрещено Санта-Клаусом брать детей на колени Чтобы с ними сфотографироваться Знаете Чтобы было уголовно наказуемое деяние Да То есть даже если родители просили его Ну возьми Мы хотим сфотографироваться Нельзя Это причем закона Потому что сразу уголовная ответственность Это борьба против педофилии Такая не получилась Таким образом Об этом несколько раз показывали Вот в новостях Мы Вы знаете Несколько раз По первому каналу Все мы просто подумали Значит это не утка Потому что когда один раз Слышишь Такой глупости Ну это как бы уже Другой перепост Да Итак Следующая Значит манипуляция Показное расположение Что такое показное расположение Лезь Лезь например Такой умный Я только вам могу это рассказать Ну пожалуйста послушайте Я больше никому не верю Я верю только вам И это приятно И вы становитесь ветром грязливой грязи Причем в любое время В любое время И всего Да понятно Потому что приятно Вами манипулируют Вам приятно И одновременно этот человек Вас использует в своих целях Только так Вот Как сказать Спасибо Мне приятно Что вы о вам не так думаете Но у нас ограниченное время Например Для беседы И сейчас у меня есть только 40 минут Ой Я так вами горжу Вы уже это говорили Так конкретно вашу правду Понимаете Все четко Вот эти вещи Останавливать Это четкая манипуляция может быть Ну конечно Не путать с Действительным расположением Ну Я думаю что Эту грань Это надо чувствовать Эту грань Ну и последний вид активного Такого манипулирования Это активные Польские сочувствия Я для них делаю все Они такие неблагодарные Например По своих работах Да А зачем нужны такие жертвы тогда Раз вы делаете все Не делаете Вот приходит Я Все это ребенка своего делаю Апельсин мне дали на работе Вот подарили там Я сама не съела Ребенка его принесла А он вырос вот такой Значит И там Стакан воды принести не хочет Даже не звонит по вечерам Мы говорим Подождите Вы до сих пор своему сыну Выросшим Напоминаете про тот апельсин Которые бы на работе не съели И принесли Да лучше бы съели этот апельсин Но не припоминать его Ну ты съешь его Но не надо такой жертвенности Которую ты потом Эту жертвуешь На свой ребенка Комборт навешивать Понимаете? Вот в этом отличие Подарок Подарок Отдал и забыл про него Все Потому что я люблю человека Тебе это не принадлежит Это принадлежит ему А манипулирование Это отдал подарок Как бы подарок Да? А потом ты скажешь Я же тебе это подарил Значит Я тебе столько Подарил за твоих украшений А ты мне отвечаешь Нет На предложение Я вот даже не покупала Тебе ничего Хочешь иди купи Ну не надо Потом всю жизнь На ребенка берешь Это манипуляция Понимаете? И вот эти вещи Четко И просто нам консультант Нужно сказать А зачем нужны быть Такие жертвы? А вот сына вообще Такие жертвы Вот сейчас они нужны Вот вы сейчас это Вы там знаете Или как одна женщина тоже Да Испекла на Пасху пирог Это мы рассказывали Да Рассказывали Но тем не менее Просто очень показательно И вот ходила всем Угощайтесь Пасха Христос воскрес Представляете? Я всю ночь не спала А вы знаете Какое мое сердце? Твоя амфаркт-то перенесла А я всю ночь не спала Вы кушайте И никто не помог Мне хотя бы мешок муки привезли Нет На свои деньги Но вы ешьте Ешьте Не волнуйтесь Ну понимаете То есть Вообще По-нормальному сказать Слушайте Ну как бы жертвы Не нужны Можно Это Я вот например Купила шоколадку в магазине Совершенно хорошо спала На счет Значит Я чувствую Ну понятно Понятие манипулировали Да? Дайте ей шоколадку Ну дайте ей понять Что и жертвами К чему Хотелось печь пирог Замечательно Но не надо Эту жертву Показывать Потому что это манипуляция Она это делает Не ради того Чтобы людям сделать добро А ради того Чтобы себя А других унизить Это конкретно Манипуляция Ну Сейчас давайте Вопросы Время для вопросов Вопрос Даже по первому Кункту Долженствования То есть Как бы вы привели пример Да? Ну Можно другое Что Ты сейчас должен Но Вот Где как бы Эта грань Когда вот Действительно У человека Есть обязанность И он должен что-то Мы скажем Как отличить Манипулирование От убеждения Или сейчас Скажем Вопрос Ну Это очень длинный Такой ответ Получается Проблема в чем Есть Обязанности Которые человек Обязан Исполнять На рабочем месте Например Это входит в его Круг Так сказать Круг обязанности Круг обязанности То что он должен делать На работе Но Иногда Кроме этого Ты еще должен сделать И вот это Нет Я это не должен То есть То что я делаю Я делаю Ну например Но я могу ответить Ты не можешь это сделать Хорошо, попробуй Ну например С пластиками окна Я думаю Это пример Который во многих церквях У тебя фирма по пластикам окна Ты мой брат Ты должен мне поставить окно Бесплатно Бесплатно? Или 50% скидки Ну да Со скидки Ну должен Просто потому что ты мой брат Или как вот Николай приведет к примеру Раз ты мой брат Машину продаешь Ты мне должен продать За полуцены Мы же братья Ну не понимаешь Ну не понимаешь Как Николай приведет к примеру А ты лучше у меня купить за две цены В два раза дороже А почему ты? Ну мы же братья Ну мы же братья Ты мне помоги Братья Мне вот эти вещи нужно четко просто рассматривать Это как бы вопрос в том смысле Что вот где грань И как бы мило Наверное вот так сказать Чтобы вы поняли Манипулируют вами или нет Вот я это делаю потому что это мои убеждения и мои обязанности Или я это делаю потому что я хочу в глазах других выглядеть Лучше Или соответствующе Понятно да? Тому-то таму-то таму-то Мы это вот там с человеком разговариваем и мы понимаем что это действительно входит в его обязанности Или мы хотим навязать ему что-то чтобы вот он в глазах других выглядел лучше ну и в наших собственных и мы как консультант выросли Еще можем? Ответственный вопрос нет? Ну да Я думаю просто дальше более Ну мы будем дальше Далее более подробно об этом поговорим Образовательный ресурс видеосеминарии Святой Троицы это ваши пожертвования мудро вложенные в христианское образование Поддержите наш проект молитвой и финансами Информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте tvseminary.com Итак, продолжаем Мы с вами разобрали агрессивное как и бывает манипулирование Теперь давайте обратимся к другому виду манипулирования которое является пассивным И посмотрим на его подвиды И хотя пассивное это тоже манипулирование и его тоже нужно различать Итак, первый вид пассивного манипулирования или подвид молчания Когда мы не разговариваем с тем человеком который нам ну не такой как нам хотелось бы Мы с ним даже не здороваемся И обходим вообще стороной Если вдруг вы увидели что нам не надо так манипулировать это понятно Мы сами себя как бы ставим в такое положение Когда манипулируете с нами что делать? С вами не здоровайтесь, подходите здоровайтесь Будьте максимально вежливы Но этого будет вполне достаточно чтобы это манипулирование остановить Да Вот был такой случай Мы проводили в церкви семинар В одной из церквей Да, в нашей церкви Проводили семинар И там один брат должен был подготовить нам все оборудование Пригласилось много людей из разных слоев общества То есть мы конечно очень переживали, молились за этот семинар И вот подходит уже время начала А его все еще нет Ну и техники соответственно тоже нет И уже время начинать А ничего нету А люди собрались серьезные То есть в самое начало сразу определяют Насколько серьезная организация Ну мы решили начать пока без техники Думали ну перерыв хотя бы установим ее в перерыв Но тут смотрим он приходит Минут пять Минут пять прошло от начала И он входит и начинает это все готовить Мы везем лекции Он это готовит Мы его мягко попросили сесть на место Он резким движением Ушел Надя его попросила Я там как раз говорил Она говорит Извините пожалуйста Вы нам не мешаете Вы нам не мешаете Потому что все это может будет делать потом в перерыв Вас уже опоздали Сидите ждите так сказать Он сделал следующий вид манипулирования Вот дальше вылезет Следующий вид резкий движение Резко швырнул одно Резко хлопнул дверью Вышел Наступает значит перерыв Его нет Мы думаем ну перерыв десять минут В принципе можно установить Его нет Миша бегает значит его и ищет И тут он смотрю А он оказывается тихо сидит там в уголочке Я его вижу Я схожу и говорю Вы что делаете? Вы срываете мероприятие Понимаете что вот мы сейчас вот перед этими людьми Мы показываем себя как шарашки на конторе Мягко говоря Он заявляет что он нам ничем не обязан И вообще Женщина в церкви Нет нет он так сказал Он сказал Женщина что в церкви делает? Да молчит И обычно манипулятор меняет тактику И он тут же агрессивно манипулирует Он понял что такое манипулирование не работает Агрессивно? Он сработал молчаливо И он начал работать в пассивном манипулировании Тоже не сработало Он начал работать в молчании Смотрит не срабатывает Значит нужно опять агрессивный Пошел в братский совет Что такое меня обидел И он уже как бы видимо перестал менять тактику То есть как бы эти вещи надо знать Что если вы противстаете манипулированию Сейчас не всем их понравится Вот ну если мы будем продолжать как быть жертвой Во первых страдает дело В вторых страдает ваша личность В третьих страдает ну вообще все отношения и все все ваше служение которые вообще можете внести и так ну первые два мы разобрали до молчание движение на швыряют вещи хлопают дверями там начинают что-то такое резкие какие-то такие производить действия как-то мы разговаривали здесь за столом и получилось так что были на научной конференции со столом с двумя профессорами он профессор она профессор и живут ну разговор зашел там просто поднимался вопрос гражданского брака и мы поняли что они были просто решили продолжить этот разговор за столом и вот как мы увидели бы затронули их за больную и он начал говорить того что гражданским браке масса плюсов я ни одного не знаю а он руками машет и в это время соломка полетела в одну сторону чувствуете ему неплохо мы за больной задели но в этом плане она вела себя немножко она не манипулировала вот этими вещами ну вот мне понравилось как Миша повел себя софеточку возьмите вы облились понимаете вот эти вещи вот эти вот резкие движения вот эти вот резкие разные значит действия вот она начала вот так вот щелкать пальцами то есть это тоже резкое движение вы знаете такой же сустав вывернуть осторожны потому что вот понимаете то есть и как-нибудь после того когда вот это вот прекратилось вот такой вот явный к нам вот такие вещи мы смогли с ними разговаривать после того когда манипуляция прекратилась мы смогли с ними уже начинать обсуждать эти вещи когда она начала говорить мне ну понимаете ну я же вы говорите Главная ответственность. Брак – это ответственность друг другу. Я за него отвечаю. Почему вы считаете, что если мы в гражданском браке, я за него не отвечаю? Я говорю, ну вы же оставили дверь открытую. Чтобы уйти из ответственности. Она говорит, ну это же прекрасно. Он говорит, это же плюс, это же значит свободно. Мы же свободны. Тогда бы не говорить, что вы друг за другом отвечаете, другом пользуетесь. Вы свободны? Знаете, нам надо есть над чем подумать. Но опять повторяем, какой разговор начался только тогда, когда мы им дали понять, что мы видим, что вы раздражены. Но давайте, если мы хотим поговорить, снимите вот это вот все. Давайте разговаривать. Понимаете, да, чтобы с этим канитель не было разговаривать? Правильно. Итак, вот они манипуляции. Следующий вид такого пассивного манипулирования – это такое показное презрение. Закатывание глаз. Знаете, легко остановить. Помнишь, мы однажды были в одной школе у старшеклассников? Да, да, да. У старшеклассников проводили как раз лекцию по добрачному отношению. Вот когда мы затронули, произнесли первое слово «девственность». Там в аудиторию так… Вот так мальчишки, девчон, дяд. Миша говорит, ой, слушайте, в аудитории такая проблема с мимикой у людей. Ребята, это лечится. Да, сейчас это лечится мигометоз, пожалуйста, без проблем. Могу дать адресок. Ну, знаете, конечно, шутка на шутку, все, вот эти вот дергания прекратились. Но они же ведь манипулируют и друг другу на аудитории и пытаются проманипулировать нами. Это нужно как-то остановить. Но здесь очень часто сопровождаются еще одни виды манипулирования пассивного. Недовольство, выражаемое в звуках. Вот, например, оп-о-о. Слышали такое иногда, знаешь, молодежь? Знаете, мне очень легко было ответить. Первый раз, когда я это услышала, оп-о-о. Я думаю, знаете, вот такой звук издает мой телефон, когда батарейка садится. Наверное, у кого-то тоже батарейка садится. Надо подзарядиться. Да, как-то вот. Одна же там была история, там один все сделал как-то. Когда что-то ему не нравилось, парень один там вот. Вот так сделал. Ну, тут мне понравилось, так меньше сырой. Да, здесь действительно душно. Может, с окошко откроем? Ну, понимаете, но самое главное, чтобы вы показали манипулятору, что вы распознаете это. И на вас это не действует. Да, давайте как-то вот по-честному строить отношения, да? Конечно, каждый сам находит выход. Мы просто говорим вот некоторые примеры. Отказ от активности. Ну, тут, в основном, конечно, сразу обращают внимание на себя дети, потому что чаще всего за ними это наблюдается. Не хочется ему что-то делать, и он начинает медленно. Допустим, не хочет в садик идти. Начинает медленно одеваться так. Или уроки учит садись. Сейчас, хорошо. И вот начинает это переставлять в портфель. Взрослым это тоже наблюдается. Если я не уважаю моего начальника, я буду постоянно опаздывать на все заседания. Да? Я хожу в душ попечитель только потому, что муж требует. Ну, чтобы не приставал, ну ладно, пойду. Но я буду приходить и опаздывать. Это тоже легко остановить. Вы опоздали, но у нас всего лишь время до часа. Поэтому осталось 40 минут. Давайте не будем терять свои деньги. Или 10 минут. Или осталось 10 минут. Насколько он опоздал. Предупреждайте. Все. Вы опоздали, ваши проблемы. Все. Мы с вами говорим только 10 минут. Да. Если к вам приходят, вы вместе вырабатываете какие-то шаги действий. Мы будем говорить вообще цель манипулирования. Не просто поговорить. Нужно, чтобы человек начал что-то менять. Цель консультирования. Да? Сам что-то стал менять. Да? Цель консультирования, я сейчас сказала. Манипулированием. Да. Цель консультирования, чтобы человек что-то начал менять в своей жизни. Да? Сам захотел поменять. И вот, человек встречаетесь с ним, скажем, через 10 дней. И спрашиваете, ну, пожалуйста, какие ваши успехи? Что вы сделали? Он говорит, ну, ничего. Это что такое? Отказ от активности. Он говорит, ну, я молился. Я включил молитвенную группу. Я записку в церкви написал, чтобы молились. Причем в трех церквях. Ну, и потом, если я это сделаю, ну, какой смысл? Я... Так, все. Можно еще не продолжать. Значит, я не свободные уши. Время не теряем. Шаги мы в прошлый раз проговорили. Встречаемся еще через 10 дней. Когда ты их намечаешь сделать, ну, не знаю, может в среду. В среду вечер я тебе позвоню, спрошу. И назначим день. Понимаете? Не позволяйте собой манипулировать. Потому что, видно, вы станете тем самым ведром для слива негативных эмоций. И никакой пользы не будет ни человеку, а у вас будет такой синдром, который называется сгорание. Вот. Берегите себя, как служитель Господа. Ну, и последний вид такого манипулирования пассивного это показные слезы. Что с вами? Что с вами? Вот сидит, когда-нибудь сестра плачет. Подходите. Что с вами, сестра? Да ничего. Вас это действительно волнует. Слушайте, как на такую вещь вам отвечают, а вас это действительно волнует? Это как будто шлепок. Да? Как будто это вообще чем-то. Правильно? Вами манипулировали. Вас заставили почувствовать вину за слезы. Понимаете, какая вещь? Да. То есть, вот эти вещи ни в коем случае… Понимаете, и вас пробуждает желание сделать все, что сейчас скажет этот человек. Она манипулирует вас, это пробуждает. Понимаете, какая вещь? Бывают же, она манипуляторы, да. То есть, так сказать, знаешь, если бы меня это не волновало, я бы не спрашивала. Или просто сказать, ну, извини, наверное, я не вовремя подошел. Вот это хуже. Ну, каким-то образом вот эти вещи, понимаете, нужно останавливать. Потому что вот эти вот игры, они совершенно бесполны. Ну, что делать, когда вы увидели, что вами манипулируют? Или вы начали манипулировать? Во-первых, конечно, то, что вы увидели, это уже половина дела. Конечно. Это уже очень важно. Во-вторых, предупредить человека, что вы собой манипулировать не разрешаете. И вам нужны честные взаимоотношения. И ожидайте смену тактики. Если это было активное манипулирование агрессивное, может стать пассивным. Если это было пассивным, может стать агрессивным. Или каким-то другим пассивным. Но тактику человек сменит и попробует по-другому. Он уже привык жить в этом. Он не может без манипуляции. Поэтому мы говорим, что здесь очень важна личность консультанта. Если вам тоже в этом хорошо, вы в этом так и будете. И поэтому вы не поможете ни человеку, и тем более сами еще больше в этом погрязнете. Если вы выбираете для себя все-таки выбраться оттуда, значит надо выбираться. Нам задают часто вопрос. А вообще можно ли жить вообще без манипуляции? Есть ли хоть один праведный человек? Вопрос-ответ. Мы все этим занимаемся. Потому что это самый простой способ застать. Добиться чего нам надо. Да. И здесь нужно себя постоянно контролировать. Потому что это грех. Если мы с вами манипулируем людьми, это грех. Это просто усилие воли надо себя распознавать, прекращать и останавливать это у других людей. Это трудно. Это очень трудно. И знаете, порой вы будете думать, вот тут, вот тут. Ой, не должен был этого говорить. Но это произошло. То есть вот очень важно различать вот эти два понятия. Убедить человека что-то сделать. И проманипулировать человеком, чтобы он это сделал. Понимаете? Вот разница. Убеждение относится к личности. А манипуляция относится к вещи. Ну и как вывод, когда вы предупредили человека о том, что вы отказываетесь от манипуляций, вы не разрешаете собой манипулировать. Вы ожидаете смену тактики, но ожидаете, что будет небольшое отвержение. Или большое. С вами разговаривать не будет какое-то время. Но это опять манипуляция. Смена тактики. Может быть даже начнут агрессивно манипулировать. Вызовут на братский совет или еще куда-то. Он не хочет там разговаривать. Он все поступает неправильно. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok